Доброго времени суток! Скорее всего, добрый день! С вами Борис Кашипава, предприниматель 50 лет. Участник тренинга «Сбыча МИЧ-2014. Вызов». К тренингам Павла Борисовича присматривался около года. Просмотрел все, что было в свободном доступе. И это не от скупердяйства, а скорее от непонимания, абсолютного непонимания, что мне надо, из чего начать. После первых же видео стало понятно, что наступило понимание, что надо двигаться. Остался вопрос куда? Оказалось, правильных целей нет, мотивации нет. Недотрансованность и общая усталость. И вообще это просто чудо, что начал свою прокачку именно с тренинга «Сбыча МИЧ-2014. Вызов». Наблюдал предложения в течение года и долго сомневался. Когда увидел «Сбыча МИЧ-2014. Вызов», почему-то не было никаких сомнений. Не спроста, явно просматривается рука бессознательная. За что я ему очень благодарен. Технику благодарности выполню обязательно. Еще на предварительном задании откопал в себе довольно-таки много тараканов. С одной стороны стало страшно, но после понял, что если человек может у меня эти тараканы откопать, то он с ними справится. И совершенно не ошибся. То есть опять бессознательная кинула меня туда, куда мне очень-очень надо было и двигаться. Не думаю, что это как-то связано с сознательными решениями. Предварительные задания не были для меня сложными, но очень необычными. Я редко копаюсь, вообще никогда не копался в себе, не занимаюсь самокопаниями. И тут открыл для себя внутри очень много интересного, в том числе и тараканов. И наступило время осознанного незнания. Тяжелее всего, конечно, было ожидание самого тренинга, живого каста. На него оставалось еще две недели. И время тянулось первые несколько дней довольно мучительно. Сильно помогли бонусы, особенно самогипноз-1, самогипноз-2. Но это отдельная тема. Там надо слушать касты и тренировать техники, слушать касты, тренировать техники. Последние две недели 13-го года организм вспоминает заблаженство. Я ему дал все, что он просил. Он мне сказал спасибо. И я ему говорю большое спасибо. Он вас принял на ура. Ну, наконец, наступило 4 января. Как вы помните, всем добрый вечер. Погнали. И первые два часа я просто окунился в поток позитивной информации. Просто лавина позитивной. Сразу стало понятно. Павлу Борисовичу это в кайф. Его от этого просто аж распирало. Чувствовало с удовольствием во всем общении. На протяжении всех 5-6 часов человек не знает усталости и работает в свое удовольствие. Первые два часа вообще я просто окупался в поток позитивной. Чтобы потом осмыслить информацию, пришлось несколько раз крутить записи. Еще и еще раз. Кстати, каждый раз, прокручивая очередной кусочек каста, всплывала новая деталька, красочка, мелочь. Я полагаю, что еще очень долго буду слушать касты, переделывать домашние задания. И переделывать домашние. Теперь большая, но приятная задача. Разложить все фишечки по полочкам. Благо, что полочки подготовлены очень хорошо. Много, конечно, засело сразу. Надо отдыхать раньше, чем устаешь. Доверяя своему бессознательному. Я, кстати, доверился своему бессознательному. Это был не сознательный выбор. Это был чисто бессознательный выбор. Я только сейчас понимаю, сознание участвовало только в походе в банк. И при том оно не сопротивлялось. Ну, как-то так разложилось. Еще интересно, куда внимание, туда энергия, куда энергия, туда результаты. То есть, эта фраза крутилась, но упорядочить это. А это, в общем-то, основной закон, скорее всего. Мироздание, может быть, не этого. Здесь самое главное, что надо отдыхать раньше, чем устанешь. И стало понятно уже где-то к концу второго дня, что я уже другой человек. Когда началось серьезное домашнее задание по целям, особенно на 10 лет, особенно на 100 лет, понятна точка приложения усилий, фокус, внимание, кардинально изменилась. Это вообще другая планета. Я бы сказал, это другая вселенная возможностей и желаний. И здесь, оказывается, приятно жить. В первую очередь, благодарность Павлу Борисовичу за его энергию, за его цели, за то, что он нас так любит. А это было видно. И благодарность огромная моему подсознательному, то есть бессознательному, что оно меня привело именно на этот тренинг. Это вообще чудо. Начинать такую прокачку из такого тренинга. И благодарность всем техническим службам. Мы не отвлекались ни на какие мелочи. Все, что гладко, четко. Это заслуживает большой благодарности. Обязательно до свидания. С вами был Борис из Минска. Еще раз огромное спасибо.